Не надо. По-моему, такую ночь себе купил. И возможно, это самый роскошный дом, когда-либо построенный человеком. Хуйня, сразу видно, что оно просто сдаётся в аренду на толпу людей, на большие компании. Это хуйта. И мы сравним, каково жить в нём и в доме за 69 миллионов долларов, способным выдержать настоящее цунами. Дворцом за 30 миллионов долларов со своим собственным аквапарком. И другими домами, что между ними. А начнём мы с этого дома за один доллар, который едва стоит. Скорее сарая. Ну, всего лишь доллар. Почему этот дом стоит доллар? Если снова будет шторм, он, скорее всего, уйдёт под воду. Так что я прошу доллар за то, чтобы просто избавиться от него. Вы хотите сказать, что это плохое вложение, да? Да, именно так. По рукам. Ура! Это опасно. Каков шанс того, что я провалюсь? Очень высокий. Бро, всё шатается. Мне нравится, как кресло держится изо всех сил. Бля, не, ну давайте так. Был бы я бомжом, мне кажется, это было бы охуенно. У нас есть кресло, матрас и половина пола. Я могу рыпать. Ну, у тебя есть крыша, у тебя есть где мягко спать и где сидеть, и даже подобие полок. За доллар, типа, за 100 рублей. Бачить, не выходя из дома. Эй, я поймал! Ооо! Можно пиздить всякую хуйню и постелить пол. Таблицная, простите. А теперь, видя, как нам весело, вы не жалеете о продаже? Не жалею. А если я дам 2 доллара, вы выкупите его обратно? Нет. Ладно, я попытался. У меня идея. Уходим из этого дома. Позже мы увидим дом в 100 миллионов раз дороже этого. И так как я больше не планировал заходить в эту никчёмную лачугу, то отправимся в дом получше. Ну да, у него всё грамотно. Кстати говоря, мы находимся в доме за миллион долларов, что по сути означает, что для его покупки... Да, ну ладно, давайте считать по старому курсу, типа, допустим, это 75 миллионов рублей. Ну нет. Нужно быть миллионером. Покажем вам, как живёт миллионер. Первое впечатление. Дом гораздо больше моего. За миллион вы получите довольно большую кухню, 4 спальни, которые выглядят как обычные, но они больше. В этой спальне и шкаф, который... Идёт в ванную комнату, которая больше, чем дом за один дом. Эта ванна гигантская. Во мне метр 85. Не, я... Вот этот дом я могу ассоциировать со своим домом. И... Ну... Ну, чуть-чуть лучше моего. И мне удобнее. Не, ну он больше, ну, просто... И хотя все ванные комнаты оснащены биде... О, боже мой! Лучшее место в доме безусловно находится внизу. О, вау! Тут у нас кинотеатр. Чувак, это массажное кресло. Прикольно. Погоди, что? У каждого кресла по два пульта. Помимо кинотеатра, здесь также есть зал игровых автоматов. Я не ожидал увидеть всё это за... Не, ну ладно, просто по приколу я бы ходил бы себе аэрохоккей. Дин миллион. Йо, это дом офигенный! У меня было бы гораздо больше друзей владея таким домом. И, наконец, бассейн, с которым идёт этот ненужный водопад. В целом, я бы сказал, что это забавный дом, но мы, разумеется, здесь за тем, чтобы увидеть самые богатые дома. Поэтому на очереди... А у него просто нашёл на Авито и такой, типа, можно мы приедем с ними, мы дадим вам тысячу баксов или как? Дом за 15 миллион... 15 миллионов долларов. Нужно толкать... О, мой бог! Не, ну нихуя... Не, ну нихуя... Ну, блядь. Я здесь лишний. Это похоже на дом, в котором... У меня такой в GTA был у Фрэнка. Вникаешь в GTA. Вид просто потрясающий! Бассейн гораздо меньше, чем в доме за миллион, но из него видно весь Лос-Анджелес. Помогите! Эй! Помогите! Стоп! Идите внутрь! Мне нужны новые друзья. Давайте посмотрим дом. Как вы думаете... Я готов, я готов, если надо. И чем зарабатывает владелец дома? NFT. Он адвокат. Лучший адвокат 2017 года и лучший в 2021. Видимо, лишь это нужно, чтобы позволить себе такой дом. Кстати, нам оставили записку. Дорогой мистер Бист, спасибо, что посетили мой дом. Это величайший подарок. Теперь дети будут вечно меня уважать. Пожалуйста, не ешьте сэндвичи. Они священно для меня. Наша семья передает их из поколения в поколение. Понял. Вверх или вниз? Вниз. Вниз так вниз. Так, а вот теперь все становится красиво. На нижнем этаже... Блядь, ну не, ну реально как в GTA. Ну серьезно. Вот прям, вот это вот интерьер, как в GTA. Уже особняка есть кинозал, театр и тренажерный зал. Беговая дорожка требует ввести код. 6-9-6-9. Не 6-9-6-9. Гостевая спальня, зона развлечений и бар, где хозяин оставил нам кучу бесплатной еды. Парни, прежде чем что-то съесть, да? Что если еду оставили, чтобы засудить нас за то, что мы ее съели? Поздно, Карл съел. И невероятный вид на дно бассейна. Ууу, чтобы кушать и смотреть, как там девочки писечками и попочками машут. Это круто. Да! Позади Нолан плавает ради хорошего кадра. Думал, он еще не понял, что мы его уже не снимаем. Еще раз? Да, нырни еще раз. А теперь хозяйская спальня с еще одним безумным видом. Карл, сюда. Промазал! У нас еще одна есть. Э, снова мимо! Эй, Нолан, лови ее! Нолан, и эту тоже лови! Хватит кидать подушки! Если она свалится, он может засудить меня! что... Так, если вы ее просто кидаете туда, он... Поэтому избежать, мы полетели через всю страну в Массачусетс в дом стоимостью 30 миллионов долларов! Че-то пос... Ну, блядь, наверное, земли дохуя, но по сравнению с предыдущим я такие и видел видосы с квадрокептера. Ну, предыдущий покруче будет. Этот необыкновенный особняк с 16-ю спальнями состоит из четырех... Бля, ну, такое я уже реально... Я вот такое не понимаю. Это... Это для приема, там дохуища гостей, блядь, у меня столько никогда в жизни не будет. Отдельный дом для охраны, еще, блядь, отдельный дом там для прислуги, нахуй, ну, типа... Зданий! Вот, ну, я реально, если бы я стал бы мега богатым, я был вот в этих мега богатых домах, помните, я вам говорил, я был в доме за 100 миллионов рублей, или за... А, не, за 200. Ну, блядь, некоторые комнаты ты будешь посещать раз в год, вот реально, блядь, вот раз в год, блядь. В главном доме есть несколько гостиных, но это лучшее из всех. Это роскошно. А это что? Овальный кабинет. Мы ожидали увидеть здесь какую-то другую книгу, кроме пути к богатству Франклина. Он изобрел лампочку и написал книгу? Эдисон изобрел лампочку, а не Франклин. Что, блин, тогда сделал Франклин? Я прочту эту книгу. За гостиной и кабинетом оказалась огромная кухня, где хозяин оставил для нас небольшой подарок. Хозяин дома разобогател на кухне, заметьте, то есть для поваров, то есть сразу несколько столов, чтобы тут повара хуярили. В производстве свечей, поэтому он сделал для нас бист свечи. Это пахнет пляжем, точно. Как они? Не надо свечи продавать, чтобы нахуй вот такой дом? Засунули пляж в свечу. А также Чендлер обнаружил классную штуку в основном здании. Можно запускать мячи прямо с крыши. Берегись! И это еще не самое интересное в этом доме, ведь рядом находится гараж, забитый экзотическими автомобилями. Они входят в сцену дома? Это похоже на гараж из видеоигры. Да... А тут ламборгини на ламборгини! Это как магазин конфет, но для взрослых. Самое лучшее, что это всего лишь один из двух гаражей. Следуйте за мной. Это не все? Бро, в этом датчик еще больше, чем в первом. Вот это да! Хорошо, тебе блять, но он их даже паркует просто нахуй, ну вы видели? То есть, ну вот это вот, это ну ты выставляешь, чтобы их можно было посмотреть. Это не все? Бро, в этом датчик еще больше, чем в первом. А здесь они, ну, просто нахуй складируются. Чтобы нахуя. Это да! Хорошо, теперь я уверен, что если мы украдем машину, он не заметит. Как вообще их покупают? Эй, я хочу три одинаковых. Это уже как работа, покупать столько машин. В углу лестницы, посмотрим, куда она ведет. Бро, это как чулан с машинами. Под гаражом находится еще одна армия машин. Чтобы нахуя? Им стоит вложить деньги в выключатель. У них здесь 20 машин, но света нет. Я что? Да ладно, не! Офигеть! Они сейчас охуяют. Зацените. Алиса, свет. Выключи свет. Поэтому тут нет выключателя. Я такой, у него в подвале 30 тачек, но нет электричества? Поймите меня правильно, все в этом доме потрясающе, но будь он моим, я бы никогда не вылезал из следующего здания. Это невероятно! Кстати, значит интересный факт. В качалку, в которую я хожу, один раз можно, или несколько раз, не помню, воспользоваться бесплатным тренером по теннису. Я хочу просто попробовать. Типа, ну, во-первых, бесплатно, во-вторых, ну, что-то интересное. Но я разделяю виды спорта на искусственные и неискусственные. И теннис это фулл искусственный вид спорта. И, ну, типа он вообще нахуй не нужен. Объясняю прикол. Для тенниса нужно натянуть эту хуйню, взять ракетку, которую специально, блядь, сделали именно для этого вида спорта, и взять мячик, который специально взяли именно для этого вида спорта. То есть, условно, в футбол можно играть ежом, блядь, броненосцем, бутылкой, нахуй. Тетрадь, блядь, смотать, скотчем, нахуй, тоже играть. Это не искусственный вид спорта. Там подходит что угодно, и это, ну, так или иначе, может в жизни понадобиться. А теннис, я вообще не понял, как вот он произошел. Вот как нахуй. Каким образом люди такие, типа, давай сейчас наебанем ракетки, там натянем, блядь, в этой ракетке эти струны ебучие, чтобы нахуй, нахуя. По какой-то причине тот, кто строил этот дом, решил, что неплохо было бы установить здесь крылья. Не, а баскетбол я не думаю, то что искусственный, потому что, ну, просто я понимаю, то что какому-то человеку в какой-то момент он такой, типа, о, ебать, я хочу закинуть эту хуйню куда-то в цель. Ну, типа, и эта цель просто эволюционировала. А, ну, типа, мяч, это, ну, всегда какая-то хуйня, может быть. Ёж, блядь, реально. Ну вот. А вот это, ну, это фул искусственная хуйня. Теннисный корт. Хочу напомнить, что мы играем в теннис внутри дома. Ну, я ожидал тут что-нибудь поприколее. Я так же понятия не имею, как играть в теннис. Команда, за мной! Что? Да ладно. Двухэтажная игровуха. Игровой зал в этом доме действительно в 20 раз больше, чем в доме за миллион. Но это еще не все. Воу! Брось, здесь есть буквально все. Все, я никогда отсюда не уйду. Мы играем в пинг-понг на баскетбольной площадке в доме. С первого раза, детка? Пока что все в доме за 30 миллионов было интересным. Но следующая комната делает его по-настоящему особенным. Вверх по лестнице находится лучшая часть особняка. То, что я хочу вам показать прямо здесь. Узрите! Это крытый аквапарк! Здесь как будто целый... И это отдельный дом в доме, блядь. Новый мир! Смотрите, как далеко дрон! И это еще не все. Развлекайтесь, но... Ничего не ломайте. Вас понял. Что? Мы все вместе спустимся с горки. Там же есть один такой, который бы хотел бы... Мы покайфуем в аквапарке. Увидимся в следующем доме. Единственный его минус... Не, ну прикольно. Ну, блядь, наверное, прикольно, если у тебя миллиард-миллиардов денег, их некуда девать. В том, что он на другом конце страны. А плюс в том, что это мега особняк за 45 миллионов! Ух ты! О, боже мой! Это самый просторный дом, где я был! Что? Я не знаю, что это за штука такая. Хотя бы у людей вкусно. Но она прекрасна. Как вы, наверное, понимаете, дома... Бля, вот такое мне хотя бы нравится, реально. И настолько дорогие, что я уже не знаю, как их описать. Честно, нет слов. Возможно, это самое... Я видел там шпон. ...вы, что я когда-либо видел. Поэтому я позвал мультимиллиардера Марка Кьюбана, чтобы он помог там. Как дела? Привет! Рад вас видеть. Как дела, малец? Марк также владеет баскетбольной командой Dallas Maverick. Сука, по его прям походке реально же видно, что он мультимиллионер. Ну, заметьте походку. Он никуда не спешит вообще. Два малец. Марк также владеет баскетбольной командой Dallas Mavericks. А так как в доме есть баскетбольная площадка, то мы, разумеется, немного отвлекли. А, Джим не забьет! Яблочко! Отнимите мяч у Карла! Бросай! Ни за что. Попадет! Да! Да! Давай, 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 давай! Забивай! Да! Вот так. Джек с мячом. Попади! Победитель! Ура! Вы показали, Джекин? Теперь мы, потные, покажем Марку остальную часть дома. Что бы узнать? Я даже в Майнкрафт не играл с педалями, блядь. Стоит ли, по его мнению, этот дом своих 45 миллионов долларов? Если вам интересно, мы не купались. Хотя, выглядит так, будто я этим и занимался. Сколько хотят за этот дом? 45. Нихуя ж. Не стоит того? Это Брэндвуд. Пол цены только за это. Брэндвуд это про стены? Не. Я про Райан. Я тоже думал, что он говорит о породе древесины. Забавно. Вон та ванная очень милая. У вас есть диван в ванной? Да. О, правда? Да. Окей. Нам нужно выйти на уровень Марка. Правило номер один. Сиденье должно быть с подогревом. И все? То чувство, когда ты садишься и такой... И не холодно. Согласен. Наоборот. Ну я рассказывал. Я наоборот хочу, чтобы холодный унитаз был. Для счастья не нужно зарабатывать миллиарды. Достаточно купить биде и сиденье с подогревом. Именно там я и провожу большую часть времени. Да. Хотя я уверен, что Марк с удовольствием провел бы больше времени в туалете, наше время здесь закончилось. Увидимся в следующем доме. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нахуй они его позвали. Нахуй они его лазером уничтожили. Попадает с моим любимым числом. И вот мы... Вообще я не понимаю, кто нахуй мистер убийству разрешает взрывать, блядь, целые города лазером. Это вообще полная хуйня, блядь. Неужели у него настолько много денег, что ему вот, блядь, президент США разрешает взрывать, нахуй, это и все районы города. У вас особняка за 69 миллионов, которые выглядят так, будто им владеет владение. Выглядит и правда два вещи. Каков сравнение с твоим домом, Миранда? Гораздо больше моего дома. Не может быть. Какой у тебя адрес? Причина, по которой этот странный на вид дом стоит 69 миллионов, заключается в том, что он до отказа забит бесценными произведениями искусства со всего мира. Мы укажем цену этих произведений искусства, а сами попробуем угадать. Как думаешь, сколько это стоит? Я думаю, около 100 тысяч. А ты что думаешь, Миранда? Думаю, 80. Просто у нее дома такая же лисит. Да, у меня дома такая же лисит. Только вы знаете реальную цену. О, а вот с этой будет интересно. Я скажу миллион, потому что она прямо у главной лестницы. Так что... 450 тысяч. Очень точно. Очень четко. В доме за 30 миллионов был аквапарк, сотни машин, а тут... только искусство. Большая красная штуковина. Теперь эта комната. Мы 30 раз пообещали не трогать то, что в ней находится. Идите сюда. Ничего не трогаем. Что в ней? Это единственная в своем роде полностью аналоговая домашняя аудиосистема, изготовленная создателем Волкмана, одного из первых портативных музыкальных плееров. Иметь за плечами создание Волкмана, это достижение. Нет, ну нихуя себе, это ладно. Ой, я не за плечами. Теперь пройдем по подвесному мосту. Боже, я так взволнована. Еще одна причина, по которой этот дом так странно устроен, ну, например, чтобы попасть куда-либо нужно идти по подвесным мостам, потому что он создан, чтобы выдержать напор настоящего цунами. Согласитесь, это очень круто. Можно увидеть цунами до того, как оно обрушится на дом и остановить его. Завершает картину вид на задний двор соседа. Отсюда видно все. Что если хозяин дома тайно влюблен в человека, живущего по соседству? Это его бывшая девушка. На бывую дюльетта. После того, как мы осмотрели две последние комнаты, снаружи нас ждал сюрприз. Смотрите. Что? Выкуси. Парни, вы вообще заметили, что самолеты это рисуют? Нет, как им это удалось, черт возьми? Я заплатил за самолеты и купил тысячу билбордов по всей Америке, чтобы все знали. Фистаблс – самый вкусный шоколад. Хватит есть Хершес и другие бумерские марки. Фистаблс – это современный шоколад. Также в преддверии Хэллоуина во всех магазинах, что вы здесь видите, мы продаем... Блядь, я не понимаю, почему Хершес не подадут на него нахуй в суд. Он хуесосит в каждом ролике конкретный бренд. Это, ну, типа, это не... Закон рекламы работает, блядь, вообще? Параковки с маленькими фистаблс, чтобы вы их раздавали во время праздника. Блядь, так вот это мне надо, чтобы мы попробовали все вкусы, блядь. Если не хотите быть отстойным на Хэллоуин, обязательно дарите фистаблс, тем, кто придет. К счастью, наши сладости доступны, но знаете, что не так доступно? Финальный дом, вернее, мегаособняк за сто... Блядь, ну кто ему разрешил это сделать? 39 миллионов долларов. Пожалуй, самый роскошный дом... Не, ну если он на краю обрыва, то это... На площади в 3300 квадратных метров есть все, чего нет ни в одном другом доме. Ночной клуб Дирекс, роботизированный автомобильный лифт, это место просто поражает воображение. А чтобы сделать эту экскурсию особенной, мы позвали Джастину Тимберленда... Лично... Нихуя себе. Лично и нету... Он же этот, изобретатель башмаков Тимберленда, блядь. Как дела, парни? А это там Джастина, и он нам все покажет. Нет. Боже, боже. Вам встречался вид из окна лучше, чем этот? Это роскошно! Не, не, ладно, но это действительно охуенно. Очень дорого, но тут я понимаю. Я правда, вот это графон. Все выглядит как настоящее. Он такой, ну да, это в моей... Это они затроллили этого стримера, который в Stream Insider сказал, блядь, что это у него все графика. Это он Тимберленд прочитал этот пост в Stream Insider, просто и решил перетроллить. Я бы сказал, в топ-5. Трудно описать, насколько велик этот особняк. Здесь 12 спален и 17 ванных комнат, расположенных на трех огромных этажах с роскошным видом на Лос-Анджелес. Ну, нет. Я всегда оцениваю дом по кухне, по минималистичной кухне. Оцениваешь, говоришь, и как впечатление? Эм, двинемся дальше. В конце тура мы узнаем, готов ли он заплатить 100 миллионов долларов. Пока он еще не определился, нравится ли ему. Плачу наличкой, братан. Все в этом доме построено из самых дорогих материалов на планете. Например, стены в этой комнате полностью выполнены из редкого мрамора, привезенного прямо из Италии. Парни, вам нужно запросить смету того, сколько мрамора в этом доме. Это же все будто сделано на заказ. Да, во всем доме нет ни одного листа гипсокартона. Гипсокартон. Блядь, у меня весь дом, нахуй, из гипсокартона планируется. Я не понял, сейчас Киммерлэйк, блядь. Иди нахуй свои эти башмаки шеи, блядь, и все. Охуел. Это офигенная люстра. Люстра стоит более миллиона, а потолок начал провисать под ее весом в несколько тысяч килограммов. Она спускается ниже. Ты не говорил мне, что она стоит миллион. Я с ней баловал. В этом доме одних только люстр на 6 миллионов долларов, а в комнатах на нижнем этаже все еще. Я, кстати, вахуй, сколько всегда стоят ебаные люстры, блядь. У меня одна из самых дорогих вещей вот в спальне, блядь, это, блядь, светильник вот этот. Ну да, он красивый, но он стоит 40 тысяч. За что нахуй? Что там, блядь? Это я еще в дом не покупал, блядь, освещение. Я думаю, я вообще охуею. Чего лучше? Здесь внизу еще целый дом. А если зайти сюда? Чувак, это ледяная комната. Вы меня здесь запрете? Нет, прощай не надо. Подожди, а зачем там сидеть? Итак, чем тут занимаются? У них кончились идеи для комнат. 50% того, что мы здесь заперты, потому что у двери нет ручки. А, нет, мы в порядке. Было бы забавно, если бы на заперте. Вот это яйцо. Это настоящий динозавр? Теперь узнав, что в доме есть динозавр, ты более склонен его купить? Я все еще сомневаюсь. Что? Это раздевалка? Сейчас у дома нет владельца, и на табличках указаны именно тех немногих, кто может себе его позволить. Уоррен Баффет около 80 миллиардов, Ларри Эллисон около 50 миллиардов, Безос около 100 миллиардов. Чендлер, почему твоего имени здесь нет? О, хорошо, давайте заценим тачки. Нолан, ты что, базируешь? В комплекте с домом идут, блядь. Я просто сижу тут. Ты в пи... Ну что, владелец умер, нахуй, или что? Ты вписываешься в дом. Спасибо, я как раз к этому и стремился. Я так и хотел. Отлично сработано. Нолан вырежет этот момент при монтаже. Автомобильный лифт за 2,5 миллиона. Одна из самых удивительных особенностей этого дома. Выбираешь на планшете автомобиль, и лифт отправит его на несколько этажей вверх, прямо в гараж. Я знаю, о чем ты думаешь. Проблема в том, что здесь поместится только 6 ламборгини, а у тебя их целых 10. Верно. В доме также самый большой домашний кинотеатр, который я когда-либо видел. Это почти как нас... Посмотри расследование Невельного, блядь. Там у него в самом популярном ролике, но побольше, чем вот это будет. Ящики на тебя. Пока это лучший кинотеатр из увиденных. И кресла тут откидываются. И все. Что там говорится? Эй, мне это не нужно. Ура, где моя кнопка? Мое кресло этого не делает. Меняемся? Да, Джендлер, попробуй функцию массажа. Боже, работает. А почему только на одном кресле? Как-то это круто. Что с ними не так? Ладно, идем наверх. Вот здесь главная спальня. А здесь ванная комната. На случай, если вам захочется... Вот такой каменный, ну, на прикольный. Душ в десятером. Здесь так можно. Вот это по мне, бро. Можно принимать ванну одному. Блин, ванна крута, как будто выглядит. А в душе... Просто монолитный, как будто кусок камня. Крут. Можно разместить целую армию. Я бы за нее дал бы, ну, 600 тысяч рублей. Тебе такое нравится, да? Так и есть. Ну, не дал бы я за нее, а просто, ну, я бы примерно, может быть, она стоила бы реально. А самое интересное у бассейна. Настоящая причина, по которой... Бля, у меня самое интересное, это мой вопрос. Можно ли отсюда просто ссать? Вот можно я выйду и пасу просто нахуй вот сюда, блядь. Вот так вот. Интересное у бассейна. Настоящая причина, по которой этот дом стоит так дорого. Нажимаем. Это экран? Он абсурдно огромный. И медленный. Это придает драматизм. Именно так, очень напряженно. Да, драматический эффект. Интересно, что если просто пойдет? Это... Это типа флекс такой. Шикарный вид на Лос-Анджелесе. Прикиньте, если на заставке тоже ЛА. Думаю, так и есть. Здесь Лос-Анджелес. Во-первых, нахуй. Вот это что, блядь, за линия битых пикселей, нахуй? Это что вообще, блядь? Это раз. Во-вторых, я заметил то, что он собран из многих разных панелек. Это как, блядь, рекламные щиты. А у рекламных щитов разрешение хуйни. Но если это Самсунг, то топ. И там Лос-Анджелес. Для справки, рост Карла метр восемьдесят пять. Да, примерно так, плюс-минус. Смотрите, какой телек огромный рядом с ним. Джастин, ты видел весь дом. Нам нужно знать, разумеется, ты принес с собой сто миллионов наличкой. Именно. Ты купишь этот дом? К нему прилагается рубашка нового. Она тебе не нравится? Рубашка в придачу? Да. Беру. А медведь, который порвал рубашку, прилагается? Ну, спрашивай. Не за что. Надеюсь, вам понравилось. До встречи. Мистер Бист. Это я.